кори ветрянка сейчас все больше больше новостей болеют везде болеют очень многие болеют дети даже болеют взрослые что приводит к росту заболеваемости кори ветрянка что точнее привело к росту заболеваемости стоит ли опасаться нам всем что нам делать какие осложнения дают эти болезни и что делать если ваш ребенок заболел эти вопросы я задам замечательному врачу-педиатру дарьи юрьевне акоевой здравствуйте дарья здравствуйте юля тема очень актуальная очень животрепещущая несмотря на то что многие думают о том что болезнь детская действительно болеют и взрослые и тут мы сегодня наверное будем говорить не только о детях но и об их родителях и самое главное еще и бабушках и дедушках потому что и корь и ветрянка приводит к тому что может быть ее активация вновь вот того вируса который вызывает эти две инфекции в пожилом возрасте и это как раз уже очень неприятно и страшно позвольте начну с новостей за вчера в сургуте в доме 13 по улице усольцева обнаружена вспышка кори жительница дома на условиях анонимности заявила заболевшим непривитым ребенке в одной из квартир карантин в доме не объявлялся до 12 увеличилось число заболевших корей в казанской школе номер 12 один из первоклассников и учитель заболели в красноярской школе ученик мог заболеть корей часть школьников отстранили от занятий а у нас же всех прививки от кур есть у меня есть юль вы большая молодец но к сожалению что молодец и детстве так не у всех кстати про детство мы обязательно поговорим вот вас например ваши родители до привили и у вас есть иммунитет и вы тоже в будущем когда будете беременны когда будете кормить грудным молоком передадите свой иммунитет на несколько месяцев маленькому ребенку а что касается с мимо постоянно слышим к сожалению про вспышки постоянно видим что случаются очаги этой инфекции и нужно наверное сказать в первую очередь о том что корь это высоко контагиозное заболевание что это такое простым языком то есть она очень сильно заразная если тот человек у которого нет иммунитета встретит заболевшего практически 95 процентов случаев близится к ста это цифра что он тоже заболеет кори ветрянка чем отличие да я просто не могу понять я сейчас сижу и думаю так ветрянка я знаю что такое кори это что-то наверное страшнее давайте разбираться значит собственно начнем с кори кори это как я уже сказала вирусное острое заболевание высоко контагиозное и что корь что ветрянка мы помним о том что проявляется вместе сыпью да безусловно это высокая температура это интоксикация это слабость утомляемость и сыпь и вот если говорить конкретно про корь что ее отличает очень сильно поэтапность сыпи которая как раз появляется то есть она начинается с верхней части тела и распространяется и происходит это в течение трех дней вот это поэтапность первое это голова второй день чаще всего это ту это грудь и спина и на третий день уже полностью и конечности и руки и ноги собственно приобретают эту сыпи кстати также поэтапно она уходит но самое интересное что заболевший корью человек пока этой сыпи нет он может интерпретировать свое состояние как банальную орвии потому что она начинается тоже с температуры высокой и вот этот момент до сыпи он еще и сохранять в течение трех дней сделать вот появляется только на третий день в принципе вот лечение кори как таковой не существует и самое главное что мне хотелось вот дополнить что человек болеет три дня у него сыпь еще не появилась и он продолжает все равно допустим он считает что у него нет кори да он продолжает общаться со своими родственниками коллегами а вот это как раз опасно потому что тем самым он распространяет молниеносно эту инфекцию и почему роспотребнадзор так активно работает с этими очагами инфекции блокирует практически сразу целое издание и отслеживая контакты потому что как я уже говорил в самом начале это высоко контагиозное заболевание заболели сидим дома ну это не только для вашего здоровья это простые правила уважения к окружающим призываем всех даже если ты не корь это ответственность безусловно социальная каждого из нас если мы заболели если человек точно знает что у него корь объявляется первых карантин давайте про это тоже поговорим во всем доме да поскольку инкубационный период до 21 дня давайте там есть разные цифры 7 17 9 19 дней то есть максимум до трех недель человек после контакта это инкубационный период могут проявиться проявиться симптомы кори или ветрян проехал в лифте в автобусе именно так корь очень летучая и она может распространяться ну помимо того что мы говорим про квартиру в соседнюю комнату шахты лифта вентиляционные системы все все может быть как раз таки вот подвластно то есть вирус сохраняется особенно кори на протяжении двух часов поэтому действительно если вы проехали в лифте то тот человек который зайдет после вас он к сожалению если он не привит или он не болел он может заразиться кори у нас есть вопрос давайте звонок алло здравствуйте как вас зовут здравствуйте меня ксения гладкова очень приятно откуда вы к нам звоните я звоню из города калининграда к вам здорово так да и вот вопрос у меня вот следующего порядка да мой ребенок алло слышно у нас дарья вам не слышно да мне к сожалению не слышно юль если вы повторили я хочу еще еще нет вопроса так еще нет вопроса да вот повторяю мой ребенок был вакцинирован против ветрянки cierto все книга против ветрянки да но перенес он прививку сносно но все равно у нас были высыпания и температура если приезжать у нас несколько дней появление температура после прививки да высыпание температура да след следуйте вот в прошлом году детском саду он все равно заболел ветрянкой и переболел ею. А когда была прививка? Прививка была у нас, ну, буквально полгода назад. Не, а так, он заболел ветрянкой уже после прививки? Да. Уже после, да. Уже после того, как мы ее поставили. Да, после участия? Да, да, да. Все равно переболел, соответственно, да. Примерно там полгода назад мы ее поставили, но все равно так случается в детском саду. То есть заболел и переболел ею. Вопрос такой, ну, имел ли смысл данные прививки? В чем был ее смысл, если ребенок все равно переболел, то есть иммунитет не сработал? Мне тоже интересно. В чем смысл прививки тогда, если после прививки через полгода человек болеет? Отвечаем? Да. Юль, смотрите, это на самом деле, во-первых, хочется сказать, что мама ответственная, она привила ребенка от ветрянки. Это похвально, и это очень здорово. Это первое. Второй момент, случаются такие ситуации, когда даже после прививки, но если это подтвержденная ветрянка, тот случай, о котором говорит сейчас мама, если все-таки эта ветрянка, и ребенок болеет в более легкой форме, чем, например, его сверстники, а в последнее время, к сожалению, мы видим даже не просто легкую форму, как все привыкли, а именно средне-тяжелую-тяжелую форму ветрянки. Так вот, как раз ребенок, который был привит, он и может переболевать этой инфекцией в более легкой форме. Иногда мы даже говорим в более стертой форме, то есть не с такими осложнениями. И каждый раз мне хочется как раз сказать той маме, которая столкнулась с такой ситуацией, что, а если бы ребенок был не привит, если он даже был привит и развернул такую картину, то как могло быть все хуже в случае, если бы этой вакцины не было? Это не про всех, естественно, детей, не про все наше население. Такие случаи единичны, но они имеют тоже место быть, но в самом минимальном проценте. То есть вакцина, во-первых, и первостепенно любая вакцина, которая формирует иммунитет к данной инфекции, она защищает всех нас от тяжелых форм данного заболевания. Вот это ключевое нужно запомнить. Ксения, вы большая молодец. Да, мы хвалим. Спасибо, да, я услышала ответ. Да, 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 да. Он мне очень понравился, да. То есть... Ответ ваш понравился. Очень я рада вам крепкого здоровья и вашему чаду, Ксения. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо за вопрос. Поговорим о последствиях. Мне очень интересно это. Но для начала я хотела спросить. Если ребенок в детстве не переболел ветрянкой? Так. Сейчас же очень многие еще водят вот это в ветряночные вечеринки. Это вообще такой ужас, который мы, врачебное наше сообщество, просто считаем вопиющей ситуацией. Мы, безусловно, это не поддерживаем. И делать это категорически не нужно. Не устраиваете вечеринки с ветрянкой? Да, то есть это тот момент. Давайте, может быть, расскажем. Если родители не знают, то, может быть, хорошо, что они об этом не знают. Но что такое ветряночная вечеринка? Это когда мама ребенка, который не болел, зная о том, что в соседней квартире, например, ребенок болеет, нарочно ведет его туда. Я хочу напомнить, что номер телефона, по которому вы можете к нам позвонить. 8 800 707 08 27. Звонок абсолютно бесплатный. Также вы можете писать нам в телеграм-канал. Перейти в него можно по QR-коду, который вы видите на экране. Мы сейчас разговариваем вместе с врачом-педиатром на очень важную тему. Корь и ветрянка. Ведь заболеть могут не только детки, но и взрослые. Инкубационный период, как мы уже выяснили, у Кори 21 день. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Ало, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Вера зовут. И откуда вы звоните? Москва. Очень приятно, Лера. Здравствуйте, Вера. Задавайте. Ребенку 14 лет, девочка. В 5 лет начался внезапно отек к венке. И после этого очень мы настороженно относимся к прививкам. Ну, в данном возрасте уже необходимо делать и ветрянку, и корь. И хотелось бы узнать, в какой лучше период нам делать. Зиму мы как-то болеем постоянно. К весне начинаются аллергические проявления. Вот как быть в такой ситуации. И что лучше, вначале ветрянку или корь сделать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Девочке уже 14 лет. Вера, однозначно нужно делать, собственно, проводить вакцинацию, потому что уже будет даже, я бы назвала ее догоняющей схемой, потому что прививки от ветрянки, кстати, мы об этом еще не сказали, делается в год. И точно так же корь-красновых аппаратит. Мы начинаем с 12 месяцев. Собственно, ребенку уже 14 лет, и поэтому этим нужно заняться. Вы сказали о том, что зимой вы часто болеете. Кстати, это тоже очень часто случается даже во врачебном сообществе, когда ребенка незаслуженно получает медотвод от прививок на фоне каких-то ОРВИ. Но на самом деле, если течение ОРВИ легкое, мы имеем возможность прививать ребенка, как только у него снижается температура. То есть даже в этих промежутках вы точно сможете найти время, когда сделать эту вакцинацию. Однозначно нужно будет переговорить с вашим педиатром на предмет того, от чего был этот отек к ВИНКе, чтобы вы были уже насторожены перед тем, как не только вакцинироваться, а в принципе, ведь этот компонент может попасть к ребенку в рацион, или от чего это случилось в будущем. И что еще мне хочется сказать, что и ту, и ту прививку делать необходимо точно. Друг за другом, что ОРВИ надо сделать? Вообще-то в данной ситуации, которая складывается по эпидемиологическим показаниям, мы первостепенно хотим всегда сделать корь. Корь краснуху протит. Что касается и коревой вакцины, и витряночной, она, это ослабленная живая вакцина. Очень часто тоже родители задают вопрос, что вот их это смущает. На самом деле все вакцины, которые сейчас используются у детей, тем более, они всегда безопасны, эффективны проводятся, очень много исследований. И поэтому я желаю вере, независимо от весеннего какого-то обострения, тоже даже детям с атопическим драматитом мы имеем право делать прививки. Поэтому просто нужно с вашим педиатром поймать тот момент, когда ребенок будет в этом промежутке благополучия, без температуры и без обострения, естественно, если есть хронические заболевания. Это тоже противопоказание. То есть острие какое-то состояние, острие ОРВИ, и обострение хронических заболеваний. И, конечно же, сделать. Спасибо большое за ваш звонок. Он очень важный. Это очень важная информация о календарь прививок. Национальный календарь прививок. Национальный, да, календарь прививок. Кстати, я, насколько знаю, поскольку у нас включена прививка от кори в национальный календарь прививок, то, в принципе, эпидемия кори, она много где есть, но в России она намного ниже. Я слышала такие данные. Она ниже, но тут нужно относиться, безусловно, бдительно нам к этой вакцинации. Потому что, как показала, например, пандемия ковида, когда очень многие заостряли свое внимание именно на вакцинации от ковида, и тем самым, к сожалению, забывали, что нам нужно продолжать вакцинироваться по графику национального календаря. И, кстати, если говорить о том, откуда вдруг сейчас опять появляются вспышки кори. Первая причина — это миграция. Вторая причина, потому что, как раз, к сожалению, за годы ковида получилось так, что многие прививки были отодвинуты просто на второй план. Ну вот, собственно, и третья, конечно же, это отказ от прививок, но я очень рада, потому что в моей практике лет 10 или даже 5 назад количество мам, которые условно были против, сейчас их значительно меньше. И вот эта адекватность и осознанность родителей, она сейчас действительно такой бальзам на сердце нам, врачей, потому что они начали читать, и читать не только форумы, начали маму читать научные публикации, в которых описано. Но мой главный наказ всем мамам, которые приходят и спрашивают, а нужно или нет это делать в принципе, я их спрашиваю, а вы, вы сама от той или иной инфекции привиты или нет? А она говорит, да. То есть мама защищена у нас, получается, а ответственность за ребёнка на ней. А ребёнок в тренде, без прививок. Нельзя так делать ни в коем случае. Дарья Юрьевна, вот эти ветряночные вечеринки, а мы сейчас не совсем про них будем говорить, но ведь они же неспроста появились, потому что я болела ветрянкой в детстве. Я помню, как это было. Береча-чеш, сокорочки, вся в зелёнке, значит. И я прям реально помню. И, ну, переболела, ну что там, пару горчик отодрала, но есть какие-то там, ну, следы остались. Вот вроде бы ничего особенного. Вроде бы ничего страшного. А какие бывают осложнения у ветрянки и у кори? И кто в группе риска? Это важно. У нас, во-первых, начну с самого последнего вопроса. В группе риска всегда дети и пожилые люди. Это нужно помнить всегда. Да. И начиная разговор наш, в общем, о ветрянке, и почему вот этот вот, как его часто тоже называют мамы, естественный иммунитет, он значительно хуже, чем прививка. Собственно, мамы часто говорят, доктор, мы считаем, что лучше, чтобы наш ребёнок переболел. Вот. А прививаться мы не хотим. Но, к сожалению, как только ребёнок контактирует с вирусом, во-первых, этот вирус, этого рецела зостер, он относится к герпес-вирусам. Первое и самое ключевое, что мне хочется сказать, мы все привыкли думать о ветрянке и о коре, как просто о сыпи. Да? Вот вроде бы сыпь, она прошла, и всё нормализовалось. Так вот, как я вначале сказала, мы часто видим сейчас средне-тяжёлые-тяжёлые формы. Когда ребёнок переболевает значительно тяжелее, корь – это не просто повышенная температура и сыпь, это ещё и конъюнктивит. Это также пневмония, которую, к сожалению, нужно лечить порой даже в стационаре. Вроде бы корь. А на самом деле осложнение тяжёлое. Это последний самый случай. Мальчик мой, пациент, 17 лет. Это здоровый богатырь, спортсмен. Но ему было так плохо при пневмонии, его госпитализировали в инфекционный стационар, ему было очень плохо. Это первый момент. Второе, возвращаясь к... Это мы сейчас говорили про корь. Что касается про ветрянку. А ветрянка есть такой ветряночный энцефалит, когда уже задействуется, к сожалению, головной мозг. То есть это не просто сыпь, а это вот такие тяжёлые последствия. Но более того, что сложно, что ветрянка, что корь, они коварны следующим. Если организм встречается с ветрянкой и переболел вот этим вот, как раз варицеллозостер, как я уже сказала, он относится к герпес-вирусам. А герпесы, мама, у которых очень часто на губах, например, возникала какая-то, как это называется в народе, лихорадка или простуда. Вот эти вот герпесы на губах. Она знает, что он может появляться не однократно, а часто, в течение жизни. Да, склонен, да. Именно так. Так вот, в отношении варицела зостера, о которой мы сейчас говорим, это причина ветрянки. Как только организм переболевает ветрянкой, этот вирус остаётся в организме навсегда. И сохраняется он в нервных ганглях. И, к большому сожалению, спустя годы или даже десятилетия, этот вирус, который спит в организме на фоне стресса, на фоне снижения иммунитета или переохлаждения, каких угодно факторов, может привести к следующему выражению этого вируса, называется напоясывающий герпес. Ой, говорят, очень больно. Именно больно, Юля. И когда это развивается у людей старшего поколения, о котором мы правильно заметили, кто в группе риска, не только дети, но и наши старшие. И я свидетель, потому что у меня, помимо пациентов, детей, есть очень много как раз их родителей, их бабушек и дедушек. И когда болеют бабушки и дедушки опоясывающим герпесом, это колоссальные боли. И как в научной литературе мы можем найти, что эти симптомы, болевой синдром, может сохраняться до месяца. Он может быть и через 3 месяца после болезни, и даже до 6 месяцев сохраняться болевой синдром. Потому что как раз нервные ганглии, нервная ткань затрагивается, и ее лечить приходится очень даже препаратами сложными, неврологическими. Безобидная ветрянка вообще ни разу не безобидная, корень не безобидная. А если привит, то, соответственно, он уже защищен организм от встречи с ветрянкой, значит, он и не разовьет опоясывающий герпес. Значит, мы предупреждаем даже целых 2 болезни одной вакцин. Ух ты, у нас есть звонок. Слушаем вас. Лилия Евгеньевна нам дозвонила. Здравствуйте, Лилия Евгеньевна. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? У меня вопрос. Я не болела в детстве вообще никакими ни ветрянкой, ни корень инфекционными заболеваниями. Мне 59 лет, иммунитет очень крепкий. Надо ли мне делать прививку от кори? То есть я и от гриппа, и от пневмококы делаю. Ковид перенесла на ногах и нашли антитела. Но чувствовала себя прекрасно. Ух ты. Это очень здорово, что у вас такой крепкий иммунитет. Но, кстати, здесь давайте как раз вспомним о том, что поскольку с детьми мы редко назначаем анализ крови, для того, чтобы проверить иммунитет на количество антител к каким-то инфекциям. Потому что все-таки мы знаем, как мы вакцинируем детей. Что касается взрослого возраста, мой вам совет. Пойти в клинику, сдать кровь и посмотреть количество антител именно иммуноглобулинов G к коре. И тогда вы достоверно поймете, какой уровень. Если он низкий, то, соответственно, у детей с педиатром, а тут уже с вашим терапевтом. Вы обсудите ваш график вакцинации от кори. То есть нужно сдать антитела? Да, сдать антитела, посмотреть. Потому что очень часто такая ситуация, когда просто взрослый человек не помнит, как он был привит. Не помнит, болел он в детстве или нет. Или уже не имеет возможности просто спросить об этом родители. И это выход в этой ситуации. Сдать кровь, посмотреть иммунитет. Если он есть, то тогда мы можем отсрочить вакцинацию. Но помнить, что у взрослого человека каждые 5 лет этот титр антител снижается. Есть такая тенденция у кори. Несмотря на то, что иммунитет, казалось бы, у переболевшего должен сохраняться, он с годами снижается. Поэтому проверить эту концентрацию как раз в таком возрасте, это полезно. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо огромное. Будьте здоровы. И ревакцинироваться надо получается? Когда? Детям взрослым? Взрослым. Я нашла свой календарь. У меня есть такая синяя книжка с сертификат о прививках. Сертификат о прививках. Я нашла ее. У меня там есть прививка от кори. И вот это вот, когда была прям паника пару лет назад, что вот эпидемия кори, все, там никуда не летайте, никуда не ходите. Я думаю, так, мне, наверное, ревакцинироваться надо. Я почитала в интернете, что да, вот вы сказали, каждый 5 лет снижается. Я увидела, что вообще там к какому-то возрасту у них не остается антител. Надо ревакцинироваться. Еще раз повторю. У нас прививка от кори делается в год и в 6 лет. Про ветрянку, потому что мы с вами сказали, что в 12 месяцев мы начинаем. А что касается кори, это год и 6 месяцев. А дальше уже и до 35 лет должен быть человек обязательно привит. И вот этот период от 36 до 55, он тоже должен быть охвачен. Юль, я вам то же самое рекомендую, что нашему предыдущему зрителю, который нам звонил, антитела проверить и посмотреть. Потому что если они на мизере, Юль, вы не защищены. И вы можете при любом контакте абсолютно заразиться сама. А говорят, после 65, вот герпес зостер, про который вы рассказывали, такой страшный, говорят, что нужно делать прививку от него после 65. От именно ворицела зостер? Герпес зостер. Это одно и то же. Ну да, да, да. Герпес зостер после 65 обязательно принудительно. Нет, но опять же, мы должны с вами понимать и отталкиваться от того, что уже было в организме прежде. Взрослые. Звонок у нас еще есть. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Меня зовут Ирина. Здравствуйте, Ирина. Ирина, Ирина. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот моя беременная дочь недавно была в контакте с ребенком, который только вот перенес ветрянку. Сама она в детстве не болела. Есть ли смысл сейчас ей делать прививку? Может, стоит сделать и сразу и прививку, и от кори? Какой важный вопрос. Ирина. Да. Да? Ирина, во-первых, это как раз та самая ситуация, которую мне хочется напомнить первостепенно, может быть, это издалека, но это как раз та самая ситуация, когда человек находится в группе риска или у него состояние такое, как, например, женщина беременна, да, и случается этот контакт. Раньше не задумывались о том, заболеет или нет, а все-таки, когда наступает беременность, да, мы сразу... Это как с клещевым энцефалитом. Когда мама находит у ребенка клеща, например, в волосистой части головы, начинается паника. Но почему-то до того момента, например, прививку делать не собирались. Значит, первый момент. Если вы сказали, Ирина, что ребенок только что переболел ветрянкой, и все-таки мы надеемся на то, что у ребенка ветрянка закончилась, и этот эпизод уже мы пережили, а мы помним о том, что, что касается ветрянки, вот эти как раз визикулы, которые появляются на коже, до пятого дня, то есть от момента последнего высыпания, потому что во время ветрянки постоянно подсыпает. И почему, кстати, зеленка очень хороша в этом вопросе, хоть мы, конечно же, в детском возрасте от нее уходим, это такой маркер, так называемый, показывает нам, где новые высыпания, потому что она долго длится. А, а я думала, издалека ребенка видно, и можно обойти. Это для бабушек и дедушек очень важно, чтобы он был так накрашен. Но с другой стороны, это очень хорошо показывает, где высыпания были, и где они появились новые. Для чего? Для того, чтобы от момента последних высыпаний в течение пяти дней все еще человек заразен. Вот если мы этот период уже прошли, тогда считается, что эпизод завершен именно от его опасного такого общения с окружающими. И возвращаясь к вопросу, значит, мы надеемся на то, что все-таки этот контакт был с ребенком, который уже переболел, и поэтому у нас мама вне какой-то такой серьезной ситуации. Делать ветрянку, вообще, как я уже говорила, это ослабленная живая вакцина, поэтому мы беременным женщинам их не делаем. Не делаем. Это важно. Мама также спросила, Ирина точнее, да, мама, мама. Мы не успеваем, к сожалению, ответить на этот вопрос. Хорошо. Мы обязательно ответим на него в следующих выпусках, потому что я надеюсь, что вы к нам не в последний раз пришли. Обязательно. Наш прямой эфир подходит к концу. Завтра мы поговорим на не менее интересные темы. Как избавиться от храпа? Когда нужно удалять камни в желчном? Нужно ли чистить организм от паразитов? Такие у нас будут темы интересные, Дарья Юрьевна. Какие интересные темы? Все очень важно. Очень много разных врачей будет, опять же, лучших врачей нашей страны. И вы можете звонить, задавать свои вопросы. Готовьте свои вопросы заранее, звоните нам заранее. Будем ждать. Всего вам доброго. До завтра.